Всем привет! Меня зовут Арина Вискира и одна из моих прекрасных подписчиц, Ксения, которая нарисовала супер бомбезный портрет, вот он, вот он, меня, спросила показать видео, в котором я делаю макияж кремовыми текстурами. Честно говоря, я в свое время ушла от кремовых текстур к текстурам, которые все-таки фиксируются и застывают, как то, например, у меня остался только мой любимый хулы стик от Benefit, но я решила, чем ли это не повод воспользоваться той косметикой, которая есть в студии и сделать такое первое впечатление своего рода от моего лица. Соответственно, мы сегодня с вами попробуем фаундейшн от Hourglass в стике, мы попробуем слик-палеточку с хайлайтерами, а также румяна от Holika Holika. Ну, если вы хотите узнать, как я сделала этот макияж, как работать с кремовыми текстурами и что я думаю в итоге по поводу этого макияжа, так как всегда, не откладывая в долгий ящик, погнали! Я должна сказать, что из кремовых текстур, у меня был когда-то тональник из кремовых текстур, Bobby Brown, и тон, и консилер, мне не очень заходит. То есть у Bobby Brown очень крутые кремовые продукты, но кремовые продукты, они не фиксируются, собственно говоря, потому что не могут, в отличие от вот любых таких жидких форматов, поэтому я предпочитаю тональники не кремовые. Из кремового я набрала в студии все, что можно было взять, кремовое. Вот у меня кремовый контур от Benefit Hula, он мне очень нравится, но я решила, почему бы нет. Я нашла консилер кремовый, и сейчас мы с вами проверим, подойдет ли мне вообще тон. Подойдет. Соответственно, я... Это Hourglass в оттенке Warm Ivory. Все, чего мне будет не хватать. Я... Ну, не хватать с точки зрения цвета. Есть коррекция кремовая, в том числе в студии, например, есть хороший кремовый корректор от Fenty. Но я решила воспользоваться только хулой. И еще вместо консилера как такового я возьму самый светло-розовый цвет. На его я добавлю вот чуть-чуть. Что самое важное в работе с кремовыми продуктами? Это использовать мист. Любой мист, который у вас есть, подойдет. Вот у меня на столе есть Prep and Prime от Mac. У меня есть Вайконовский фикси-пикси-даст. Здесь есть также на столе, например, Марио Бодеско. Любой подойдет. Зачем он нужен? Он нужен и на блендер, и на лицо. Он помогает кремовому продукту лучше нанестись на лицо. Мы прям не жалея наносим. Дальше начинаем работать с растушевкой. Я сначала растушевываю тон от Hourglass, основной цвет. Очень хороший тон, кстати. Мне кажется, я его первый раз пробую. И только потом я перейду уже непосредственно к консилеру. Не могу сказать, что кремовые тональники – это плохо. В том числе это хорошо для какой-то проблемной кожи. У них обычно достаточно высокая перекрывающая способность. Если у вас сухая кожа, то обычно очень хорошо заходят кремовые продукты. И еще пододвину. Сейчас мы с вами немножко даже в качестве праймера воспользуемся вот этим светлым. Праймером для теней. На тени тоже будут кремовые. Хоп, и готово. Мне очень нравится. То есть это достаточно быстрый и классный метод работы с продуктом. Теперь берем Hula. Она в одном оттенке. Ее я использую как коррекцию. Для тех, кто давно со мной на моем канале, вы уже сто раз видели. Я очень раньше часто пользовалась Hula. Но она мне очень больше всего нравится, когда все-таки лето, весна, когда я более смуглая. И также бьюти-блендером растушевываем. Видите, как быстро и удобно с кремовыми продуктами. Сухие продукты, конечно, не дают такого вот в кожу эффекта. На подбородок я наношу, собственно говоря, для того, чтобы его немного подчеркнуть. Но это вот правда. Я не пользуюсь просто потому, что я еще тот человек. Знаете, это та девушка, которая накрасилась и сидит вот это вот все. Это я. Это я, дратути. Румяна. Румяна я беру от Holika Holika. Их я взяла в студии. Они вот в таком красивом оттенке. Их я прям набираю из баночки вот так вот спонжиком. И втушевываю, можно сказать, в бронзер. Добавляя вот такой вот свежести. Так, сейчас забыла взять хайлайтер. Сейчас, знаете, решила даже не Милк используется, а в студии есть Сликовский хайлайтер. Я его не пробовала, поскольку имею возможность брать те или иные вещи. Мне интересно их протестировать, интересно показать вам. То давайте посмотрим на палетку Слик. Это вот такие кремовые хайлайтеры. Вот этот кремовый. Сейчас я его чуть-чуть набираю на спонжик. Вот тоже вот так вот. Ну, такое миленькое свечение. Я забыла, что, как всегда. Как всегда забыла растушевать на носу. Немножко загорелый нос. Так, и еще вот. Хайлайтер сразу завожу под бровь, над бровь. Ну, нет, такое прям приличное. С точки зрения теней, не удивится никто, я достала свои тени Colourpop. Они, конечно, бедные и несчастные, очень сильно побились в чемодане. Я беру оттенок Binnie. Это старая коллаборация с Кейтлин Лайтс Colourpop. Кто не знает, я оставлю видео внизу. Это очень крутые продукты, которые лучше всего набираются и наносятся пальцем. Хоп! Я прям не стесняюсь, аж под самую бровь. Мне нравится, знаете, такой эффект от тона. Он вроде бы матовый, но очень круто выглядит кожа. В том числе, если вы визажист, это тоже классные продукты. Вся вот эта вот тема с кремовыми продуктами, они действительно быстрые и кайфные в работе. Ну, тушь у меня, естественно, будет не кремовая. Я подсела снова на тушь Вайком из Pixie Collection, которую мы с вами смотрели в понедельник. Ну и давайте нанесем на губы что-нибудь. А вот давайте, собственно говоря, Вайкомскую кремовую помадку в оттенке 01 Nude. И вуаля! Безусловно, кремовые продукты лучше закреплять пудрой, но у меня все-таки склонная к сухости кожа. И для меня в целом кремовые продукты были бы неплохим решением. Сейчас, поскольку я это делаю в рамках съемки, то я не буду закреплять продукты. Но в случае, если вы собираетесь куда-то надолго идти, то я, безусловно, очень настоятельно рекомендую закрепить пудрой. И еще раз пройдусь в Fix Plus. И вот такой вот свежий получился макияж. Быстрый, красивый. И мне очень нравятся все продукты, которые мы с вами использовали на тональнике Hourglass. Я присматривалась давно, и мне отрадно, что вот этот Warm Ivory вполне себе. Хайлайтеры от Sleek. Тоже хороши. Пишите внизу, как вам этот макияж был, или полезно такое быстрое видео о кремовых продуктах. Хотите ли вы, чтобы я протестировала что-то еще из кремовых продуктов. И, как всегда, большое спасибо, что досмотрели до конца. Остаете со мной, пишите комментарии, ставите лайки. Пока!